здравствуйте вкратце напомню свою историю в минувшем декабре мне пришлось побывать в дтп впервые за 33 года вождения автомобиля о странном поведении виновника аварии то что моя компания сага с громким названием росэнерго оказалась банкротом я подробно рассказал в первой части ролика также я там говорил о лукавом замалчивании на сайтах интернета информации что следует делать с европротоколом в случае банкротства вашей страховой компании многочисленные сайты инета лишь капают озадаченным людям на мозге что при банкротстве вашей страховой придется обращаться либо в суд либо в рс а российский союз автостраховщиков и конечно же не забывают тут же подсовывать телефоны с услугами различных автоюристов и автоэкспертов в общем круга кроме кругом один бизнес а в действительности оказалось ларчик просто открывался мне всего-то надо было идти в страховую осаго виновника дтп главное чтобы при банкротстве вашей страховой у второго участника была жизнеспособная страховая компания и лишь противном случае если обе страховые в предсмертном состоянии вдруг окажется то у вас тогда уже точно появятся серьезные проблемы и так на сегодняшний день уже можно подвести итоги моего обращения довольно известную страховую компанию россии от которой был полис осаго виновник дтп а моя росэнерго как вы помните оказалась банкротом сегодня я с благодарностью называю эту компанию которая сохранила мне кучу нервов и времени офис этой компании как правило если любом даже небольшом городке россии что говорит о солидности данной компании это альфа страхование в течение всего одного месяца мне удалось самостоятельно без юристов и адвокатов уладить все вопросы в этой страховой компании второе получить адекватную сумму на ремонт автомобиля и полностью восстановить за эти деньги свой автомобиль несмотря на затянувшиеся новогодние выходные расскажу о моих действиях поскольку в альфа страхование при сдаче европротокола мне сразу сказали что придется ремонтировать автомобиль самостоятельно я не стал терять время узнав эту информацию вот отогнал поврежденный авто на станцию техобслуживания где уже несколько лет провожу все работы по ремонту и обслуживанию и там с механиком пока мне рассчитывали страховое возмущение мы стали искать и закупать подлежащие замене запчасти и и как только с альфа страхованием мной было подписано соглашение о выплате страхового возмещения вот не в считанные дни отремонтировали машину не помешали даже долгие новогодние выходные на все про все вместе с ремонтом у меня ушло не больше месяца с момента дтп кстати очень важный момент который необходимо строго соблюдать несмотря что уже прошел скажем осмотр повреждения автомобиля экспертом и даже истекли те отпущенные 20 дней так называемой неприкосновенности вашего авто когда вы не можете его ремонтировать все равно до подписания соглашения о страховом возмещении нельзя приступать к ремонту иначе вы рискуете и вовсе не получить денег от страховой поясню почему во первых если вы видите что не хватит предложенных страховой компании денег на ремонт и вы не согласны с предложенной суммой то в случае начатого ремонта вы не сможете провести независимую экспертизу чтобы через суд востребовать реальную сумму во вторых а вдруг эксперт захочет сделать какие-то уточнения повторно посмотреть повреждения вашей машины так может тоже случится если с вами решат поиграть в футбол вот а ваше авто уже в ремонте понимаете да так что угол будет ваши ворота и вы вовсе ничего не получите так что будьте бдительны и последнее я пришел к однозначному выводу что полис осаго просто необходим любому водителю ну любому здравомыслящему водителю и не потому что отсутствие полиса создает вам финансовые проблемы с сотрудниками дпс при проверке документов страховка поможет с меньшими моральными и финансовыми потерями пережить любое дорожно-транспортное происшествие от которого никто к сожалению не застрахован однако прежде чем страховать свое авто в какой-либо компании узнайте на ее сайте в об отзывах клиентов обратите внимание где расположен офис компания в солидных кабинетах или в скромном подвальчике с обшарпанными стенами и заниженными тарифами по осаго на которой кстати купился и я в свое время и результаты вы знаете вот у таких горе компаний как правило нет ни своих экспертов ни денег на возмещение ущерба на этом все будьте внимательны за рулем увидимся особая благодарность за лайк и подписку до свидания а